Всем привет, друзья! Продолжаем проходить Народную Солянку 2016 на движке УГСР. Ну и вот сейчас я пришел, вернулся обратно на кордон в деревню новичков для того, чтобы найти убийцу пантеры. Значит, есть у нас, получается, вот место, откуда нужно делать фотографию. Это чердак вот этого дома, и мы знаем, что нужно взять в руки фотоаппарат и навестись куда-то в сторону костра. Калибровка завершена. Фотосессия была успешной. Просмотрите полученное фото. И мы делаем снимок. И вот оно, полученное фото, фотография убийцы. Берем в руки и видим, что это некий шухер. Некий шухер. Ну, пойдем сейчас с ним пообщаемся. Что-то ты, парень, на местного не особо похож. Куда путь держишь? Ну, так и ты на местного не похож. Я тут уже давненько от зоны отдыхаю. А тебе-то что? Не так часто мастера одевают куртки новичков, чтобы отдохнуть. Что, ловко с бомбой и куча смертей не получилось? Непонятно, чего ты ноги-то не сделал сразу. Или очередного товара ждешь? Э, ну ты наехал, конечно. Какая бомба? Какой товар? Товар прост. У тебя ровно 10 секунд, чтобы раскаяться в содеянном. Почему говорю? Вот, смотри. Видишь, пушка у меня есть интересная. Знаю, что твои боссы ей очень интересуются. А еще рюкзачок. Вы его на свалке у перехода на кордон оставили, когда группа разошлась. Узнаешь? Да пошел ты к козе в трещину. Не знаю я никаких пушек, боссов и рюкзаков. И никогда не жалею о том, что сделал и делаю. Жалость последнее чувство. Ну что же, прощай. Считай, что ты упустил возможность попользовать свое последнее чувство и вызвать его у других. Но не мне решать твою судьбу. Хотя я бы раздавил тебя, как клопа. Отец, нашел я подлеца. Сейчас фотку тебе занесу. Отец, нашел я урода того, что бомбу приволок и мин расставил. Хотя, даже если это и не он, тот Морозок еще тот. Вот его имя на фотке. Уверен, что он? На 99%. Хорошо, я поговорю с ним. Все, сам пойму. Спасибо. Ты сейчас чем планируешь заняться? По сведениям, такую же бомбу притащили на базу свободы. Надо найти либо ее, либо того гада, что ее притащил. Хорошо, поторопись. Дело важное. Держи меня в курсе. Не, я пока с тобой останусь. Когда такой придурок по деревне лазает, лучше ухо держать в остро. За это не беспокойся. Я давно взял себя в руки. Сам проблему улажу. Если этот человек еще ноги отсюда не сделал. Иди, у тебя есть дело поважнее. Ну хорошо. Если что, даже знать. Так, значит, нужно теперь найти чужака на базе свободы. Ладно, понятно. Тогда полетели на склады. Вопрос только, откуда нам делать снимок на базе свободы, потому что Черноморжи говорил... Артефакты, кстати, уже собирать не буду. Черноморжи говорил... Талкер Шухер. Кардон задушен. Опа. Интересный поворот. Отец, ну ты выдал. Достиг точки кипения? Есть люди, которые мотают срок, своровав мешок картошки. Есть ничтожества, которые воруют миллионы и живут, прибивающие на свободе. Есть люди, которые гниют в тюрьмах за обычную драку. А есть маньяки, которые наше гуманное государство не может посадить на электрический стул, зато пожизненно кормят. Этот отморозок относился к последней категории. В зоне свои правила. Если бы он покаялся, я бы простил. Моего девочку уже никто не вернет. У каждого своя точка кипения. Согласен, отец. Туда этой падали и дорога. Только ведь он простая пешка. Пешки становятся ферзями. Я займусь пешками, а ты разбирайся с остальными. Жду известий. Так. Значит, я вообще там хотел сказать про то, что нам должен был черномор. Да, вот похоже, он уже и сбросил фотографию, откуда нужно делать снимок на базе свободы. Так. Получается, это вот эта вышка. Значит, залазим сюда. Так. И нужен нам вот этот вот костер. Что ж, давайте пробовать. калибровка завершена. Фотосессия была успешной. Просмотрите полученное фото. И что у нас появилось? А появилось у нас вот это фотография. Некий кислый. Так. Ну, пойдем пообщаемся с этим кислым. Кислый, кислый. Кто из вас кислый? Так, так, так. Хигислы. Hello, man. Вижу, не местный ты, но не в этом дело. СМС читал? Ту, что недавно общий канал передавал. Знаешь, я к чему это? К тому, что бледная с косой уже с кордона сюда идет. И знаешь, за кем? Правильно, за тобой. Но шанс у тебя еще есть. Скажи, где бомба, которую ты сюда притащил? Да нет ее, бомба-то. Вижу, что ты не из клана последний день, потому и говорю. Разобрал я ее, а корпус в болото выкинул. Не, не взорвется она. Там система хитрая, пока не будет взаимодействия двух веществ, а одной из которых жидкая, ничего не будет. Капсулу с той жидкостью я разбил и жидкость испарилась. Уверен? Я не глупее паровоза. Согласился ее тут установить только потому, что иначе не слинять мне было из мертвого города. Роду много, охрана неплохая, охота чуток свободной жизнью пожить. А как ты меня нашел? Нюх, зрение и опыт. Кстати, вот твое фото, забирай, оно мне более ни к чему. Надеюсь, ты правду мне сказал. Еще один вопрос, где переход в мертвый город, знаешь? Вот этого я не знаю. Это знают только старшие групп, да и то, когда они возвращаются с заданий, телепорты им специально открывают оттуда. Нет туда свободного пути. Пока, по крайней мере, нет. Да и слава яйцам, что нет. А что вообще за город такой? Там только твой бывший клан? Город небольшой, люди там разные, но в основном криминалы-киллеры. Обычных сталкеров почти нет. Их или уничтожают, либо вербуют. И со мной так было. Но ведь как-то ты в первый раз туда попал? Да я сам не знаю, как это случилось. На янтаре убегал от снорков и влетел между двумя мощными аномалиями. Меня подхватило, завертело между аномалиями, потом вышвырнуло в сторону. Последнее, что запомнил, лечу метрах в трех над землей, подумал пипец и потерял сознание. Очнулся, а места вокруг незнакомые. Так я оказался в мертвом городе. Да, никто подсказать не может. А группировка большая? Этого я тоже не знаю. Часть постоянно на заданиях. В самом городе не менее 20-30 человек. Я о лидере даже не спрашиваю, никогда не видел. Но знаю одну его примету, вернее, символ есть у клана. Это необычный широкий ремень, похоже, ковбои носили или рокеры. Так вот, этот ремень у лидера увидишь, не перепутаешь. И еще скажу уж, хотя все мои беды от длинного языка, стрелка забита у группы последний день. Да, стрелка, говоришь? Тут похоже, тоже сейчас будет какая-то перестрелка. Значит, какая-то забита стрелка у группы последний день, в составе которой я и пришел с каким-то нейтралом на неразведанной земле. Я не знаю, где именно у большого камня... Короче, кислый, ты можешь идти с кем угодно там перестреливаться, но я просто проговорю твой диалог и сейчас посмотрим здесь, что ты там говорил. Значит, с каким-то нейтралом стрелка на неразведанной земле. Я знаю, где именно у большого камня, что рядом с переходом на армейские склады. Только дело безнадежное, придется подкрасться к ним слишком близко, чтобы услышать о чем они толкуют, либо где-нибудь спрятаться заранее, но сколько ждать придется неизвестно. Можешь попробовать залезть на этот камень, возможно, что тебя не заметят и... пользуйся маскировкой. Так, ладно. Вот это отдельная инфа, я знаю этот камень, он у того перехода один такой, а ты отдыхай на свободе. Что ж, значит подслушать разговор нужно. Получается опять будем пользоваться вот этим вот маскировочным экзоскелетом. Хорошо, тогда я сейчас пойду через бар, в баре по пути сброшу лишние вещи, потому что тут у нас в этом костюме переносимый вес 100 килограмм, вот нужно 50 или хотя бы 40, чуть больше 40 килограмм сбросить, чтобы можно было в этом экзоскелете ходить. Хотя нам по сути там занять позицию и стоять, ну лучше сбросить лишний вес. Так что пойду сначала в бар и потом на неразведанную землю. Что у вас тут произошло? Ладно. Что ж, я на неразведанной земле сходил в бар, а потом вернулся обратно на армейские склады, потому что нам же нужно топать как раз таки к переходу на армейские склады с неразведанной земли, поэтому что-то меня переклинило, я думал через свалку идти, но вернулся на склады. И сейчас вот здесь вот за переходом мутанты всякие бегают. Я бы, честно говоря, это дело все зачистил, потому что эти мутанты нам могут помешать. Так что это все дело зачищаем. плоть, и кто-то тут вроде еще остался. Нет, переходить я не хочу. А кто там остался? Ну-ка, гранаты у нас есть, гранаты есть. А нет, он уже сам бежит. Ты кто? Ага, привет. Ну вот, отлично. Так, и теперь, значит, можем топать вот к этому вот камню. вот этот камень. Тут переодеваемся. Надели маскировочный экзоскелет и идем сюда. Ладно, будем ждать. Ну и вот кто-то появился. Максимилион и некий злобный из группировки Последний день. Надеюсь, хвоста за тобой не было. Ты куда это ноги, вернее, ногу нарисовал с генераторов? Мы же за тобой пришли. И что там за профи тебя пас? Куда? Там такой враг начался, что только бегом можно было спастись. Раз за мной пришли, на кой ляд гранаты к палатке стали бросать. Если тот ветеран, что меня охранял, погиб, вам всем кранты. Можешь мне поверить, а если жив, то и тем более. Могли предупредить меня, что придете. И чего это на тебе бронька неневидимая? Ну насчет крантец ты погричился. Броня повредилась, но связь безопасная без нее. Ладно, к делу. Ты узнал, где нужный изоморф? Да, но туда не добраться просто так. Кстати, где деньги за прошлую работу? Будут деньги, будут. Вот достанешь еще один изоморф и будут. Если нет, то не получишь изоморф икс 16, но к нему не набраться. Есть телепорт, его знает профессор местный Сахаров, но он, гад, ничего не скажет ни за какие деньги и арты. Проверено, даже если его убить. Сахаров? Вот удача. Он все тебе скажет, будь уверен. Делаем так. Я сейчас двигаю в сторону складов, как буду в безопасном месте, скину тебе координаты тайничка. заберешь оттуда полезный предмет и отдашь Сахарову. Скажешь, что если он не скажет, где телепорт, крантец, он все поймет, он умный. Изоморф оставишь у себя пока. Мы придем за ним или просто откроем телепорт. Ты отправишь его к нам, а мы тебе денежку заработаем. Угу. Так. Ну, привет. Боже, какие люди. Вот удачная встреча. Я смотрю, у вас тут был деловой разговор интимного содержания. У меня аж уши покраснели от зависти. Кстати, призрак просил тебе приветик сказать. Говорил, попользуют приличной встречи. Ты слышал? Ну и хрен с ним. Я ведь ничего плохого и не сказал вроде. У каждого свои тайны. Денег они мне должны. Ты наивен как стая напильников. Да кто тебе деньги вернет? Эти отморозки? А знаешь ли ты, что они терроризмом занимаются? А бомбы делают из тех изоморфов, которые ты им продаешь? Э, извини, бесплатно отдаешь. А это уже расстрельная статья, парень, даже в зоне. И хорошо, что это пока не вышло за территорию, хотя попытка уже была. Этого я не знал, я не интересовался, зачем им эти изоморфы. Моя цель заработать денег и проникнуть в другое измерение. Насчет другого измерения сомневаюсь, а вот что по твоей вине погиб близкий мне человек, это точно. Все что я могу сделать это облегчить твою участь пулей в лоб. Но с учетом того, что ты не в курсе, ты дашь мне координаты тайника этого ублюдка и заляжешь где-нибудь на дно, иначе ты покойник. Хорошо, сейчас придет смс с координатами, что дальше? А дальше я найду тайник и пойду к Сахарову, а ты на смс этих уродов отвечай односложно типа нет, еще не нашел или вообще не отвечай. Ага. Так, ладно. Ух ты, какие у нас тут руки, слушайте. А что это мы взяли? В маскировочном экзоскелете вроде нельзя в руки оружие брать. Похоже баг случился. Интересно. Так, я в безопасности. Мы уходим. Танечок найдешь на чердаке одного из строений на базе военных на агропроме. Как ты туда залезешь и пройдешь уже твое дело. Деньги-то ты хочешь получить? Значит, найдешь. Рюкзак там уже недельку лежит. Просто у нас среди военных свой человечек, а на их базе самое то место для тайников. Ну что, стрелок, ты знаешь, где тайник? Слава богу, что мне не придется туда лезть. Как ты и говорил, я залягу на дно. Если что, отстучи смс. Так, значит, на агропроме найти на каком-то дереве рядом с одним из домов на базе военных на агропроме тайник, забрать из него какой-то предмет и показать Сахарову. В результате профессор должен выдать координаты телепорта, которые по слухам ведет куда-то в ИК-16 и постараться найти в лаборатории энергетические изоморфы. Далее, а далее по обстоятельствам. Но из лабы надо выбраться живым. Ясно, понятно. Что ж, тогда топаем на агропром. Что ж, мы на агропроме, там военные пока заняты химерами. Давайте заберем вот здесь вот, вот этот вот тайник. Значит, находим тут фотографию пожилой женщины и фляжку. Ну и с этим делом отправляемся к Сахарову. Здравствуйте, профессор. Я слышал, что вы знаете о каком-то телепорте. А, стрелок, и вы туда же. Но лично для вас я повторю без повышения интонации. Я не знаю, о чем речь. Кстати, вы не первую меня об этом спрашиваете. Вас случаем не подослали? Если честно, то просто дали наводку. А вы говорите мне неправду. Я думал, мы старые знакомые. Но тогда возьмите вот это. Может, этот предмет на вас повлияет. Не воспринимайте это как шантаж или угрозу, лучше как взаимовыгодный обмен информацией. Эльза? Откуда у вас это фото? Она жива? Фотография сделана недавно. Отвечайте немедленно. Профессор, без нервов. Я хотел бы сначала послушать вас, но вижу, что вы не успокоитесь. Примите седуксинчика. Он помогает. Я не знаю, жива ли эта женщина и где она сейчас, но предположить могу. А вот чтобы это точно узнать, мне нужны координаты телепорта, иначе мы оба останемся без полезной информации и будем смотреть друг на друга как Бука и Бяка. Да, нервы стали не к черту. Это моя жена Эльза. Она пропала очень давно при невыясненных обстоятельствах где-то на армейских складах. Она принимала участие в той злосчастной экспедиции ученых к центру зоны. Про телепорт? Да, я знаю координаты. Еще знаю, что он ведет прямо с поверхности куда-то в лабораторию Х-16. Спросите откуда знаю? Отвечу. Я случайно видел группу ученых. Признаюсь честно, из-за химзащиты я не смог узнать кто это был. Но, в общем, вошли они в телепорт и через несколько дней я узнал, что сталкеры видели на территории завода несколько тел ученых. Их остатки обгладывались норки. Профессор, не надо ужасов. Скажите, где телепорт и я постараюсь что-нибудь разузнать про вашу жену. Телепорт невидим, потому его и трудно обнаружить. Сам я им не пользовался и других туда не отправлял. Я не сумасшедший и не убийца. Телепорт находится на лопасти вертолета, который упал на болоте за бункером. Ага. Ну что же, мне придется им воспользоваться. Если не вернусь, то, знайте, ваша жена вероятно в мертвом городе у группировки последний день. Но, это крайне недостоверная информация. Пока, прошу вас не глупить и не делать необдуманных поступков. Я буду держать вас в курсе событий. Так, ладно. Новый путь Янтарь Ик-16. И он появился у нас на карте? Да, появился. Вот здесь вот на лопасти вертолета. Ладно, тогда пойдем туда. Что ж, вот он вертолет и вот здесь вот должен быть телепорт. Да, переходим. и оказались мы в лаборатории Ик-16 вот тут вот над мозгом. Значит, тут у нас какой-то препластилин лежит. Рекомендация и вот еще один препластилин. Ну-ка, давайте посмотрим, что это за чудо. Изоморф. Свойства неизвестны. Ладно. Но, что сказано в этой рекомендации? Итак, старший научный сотрудник, последние рекомендации. На площадке над мозгом должна быть пара изоморфов. Для нас это пустышки и интереса не представляют. Далее или вместе с этим должен активироваться телепорт, смотрите вниз по ходу питающих кабелей. Вам придется спрыгнуть с площадки на кабель, идущий к телепорту. Советую одеть всю защиту, что у вас есть. Далее не торопитесь к телепорту, а пройдя по кабелю половину расстояния, повернитесь к резервуару с мозгом и уничтожьте на время самовосстанавливающееся защитное поле мозга. Нужное оружие у вас есть. После можете идти в телепорт. Уничтожить защитный экран крайне важно до использования телепорта, иначе вы труп. Далее два изоморфа должны быть у вас в рюкзаке. Вы попадете к самому мозгу. Должна произойти трансформация изоморфа под действием пти-излучения мозга. Дальше просто активируется телепорт и перенесет вас на поверхность. Так, ладно. Ага, вот это вот оружие, да? Ну, хорошо. Такс, значит, давайте возьмем это сюда поставим и зарядим. Так, ну или, ладно, пока что не заряжает, это другой калибр считается, наверное. Так, значит, нам сюда, как я понимаю, к телепорту. Так, проходим половину расстояния и уничтожаем защитное поле. уничтожили? Мне кажется, что нет. Давайте еще разок. Может, этого поля там уже и нет? да нет, вроде есть. Что-то у нас либо не срабатывает, либо что. Ладно, заряды кончились, короче, я пошел в телепорт, посмотрим, что будет. Ну, вроде все прошло удачно. Возможно, здесь этого стекла уже и не было. Да? Ну, вроде стекла нет. Наверное, еще раньше его уничтожили тут зомбированные. Да. Потом посмотрим. Ну, и сейчас должен сработать телепорт. Да. и мы оказались здесь вот на янтаре с двумя пластилин изоморфами. Интересно получилось. Ну, ладно. Терномор, ты еще на янтаре? Сейчас навещу. Посоветоваться надо. Стрелок, привет. Как у тебя делишки? Нашел еще что-нибудь? Молния, привет. Кое-что есть. Сейчас с товарищем пообщаюсь и к тебе. Угу. Ладно, пойдем тогда к Черномору. Привет. Ты был прав. Телепорт к мозгу оказался не в изоморфы. Я нашел изоморфы целых два, но мне надо их отдать. Ну что же, поздравляю, ты оказался удачливее и способнее меня. Мне эти камни не нужны, но я знаю, кто за ними охотится. Я тоже, но к ним они не попадут. Я не желаю тебе зла, ты это знаешь, поэтому послушай мой совет. Не торопись расстаться с этими камнями. поступи умнее. Скажи, что у тебя есть только один, а второй оставь про запас. Я нутром чую непростые это изоморфы и фотоаппарат пока не отдавай. Да, хорошо, что я не отдал фотик, он мне очень пригодился. Я так и сделаю, один изоморф оставлю себе. Спасибо за совет. Еще увидимся. Так, отлично, ну и теперь можно отправляться к молнии. Батареек у меня с собой лунных светов уже нет, забыл я в баре взять, вроде там еще что-то оставалось у меня в тайниках, ну ладно, придется идти пешком. Ну вот, добрался я до молнии, тут я смотрю лежит кристальная душа, которая вроде как в прошлый раз под текстуры провалилась, ну и давайте поговорим с молнией. Молния, привет, как твои делишки? Привет, я уже устала здесь находиться, ты что-нибудь принес? Да, есть кое-что, смотри, это он. Да-да, это то, что нужно, энергетические изоморф. Он один у себя? Говорят, что их всего несколько. Да, один, а кто говорит? Это у нас говорят. Известно, что он образовался не просто при проникновении в артефакт частиц энергии, требуется еще и воздействие мощного пси-поля. Да ладно, чего там объяснять, кидай его в портал, получай награду, а после я смогу вернуться к своим. Этот изоморф может настроить портал на перенос живых организмов в другое измерение. Значит, и мне с тобой можно? Нет, стрелок, в лучшем случае просто ничего не произойдет, в худшем тебя разорвет энергия портала. Прости, но это правда, бросай изоморф в портал. Да, прежде чем я уйду, ты можешь и дальше пользоваться этим порталом для отправки изоморфов, это еще больше стабилизирует два противоположных потока энергии. А мы, мы навряд ли больше увидимся. Ну что же, пусть будет так, как ты сказала. Так, ладно, про фотоаппарат она ничего не спрашивала. Значит, выбрасываем один пластилин изоморф. Отлично. Забираем тут всякие патроны и что там выпало? Ремнобор? Или что это было? Молния отправилась в свое измерение. Так, ага, это была коробка из-под сигар с запиской. Коробка из-под сигар с запиской от неизвестного. Человек, я не имею... Так, что у нас там? Найти и активировать портал. Ну-ка, сейчас разберемся. Человек, я не имею больше возможности перехватывать те изоморфы, которые ты отправляешь. Все то, что попадет в портал в следующий раз, попадет в руки плохих людей. Твой только что отправленный изоморф в умелых руках обладает чудовищной силой. Кроме того, он смог бы открыть единственный из известных телепортов в мертвый город, тот секрет работы которого знают единицы. Но я изменил код. Прости, сначала я пытался убить тебя, отправив мутанта, но я вижу, что ты оказался живуч, а значит умен и опытен. Поэтому я отправляю коробку с этой запиской. Эта коробка и есть недостающая часть ключа от активации портала в одном из подвалов в Лиманске. Если у тебя есть верхний числовый код, то возможно мы еще увидимся. Да, код мы помним. По-моему две восьмерки, две семерки, две шестерки. Тот код, который был на фотографии Монолита. Если я все правильно понимаю. Найти и активировать портал. Да. Ну что ж. Тогда отправляемся в Лиманск. Ну что, я в Лиманске и вот он спуск в этот подвал. так. И здесь еще какая-то защита портала имеется. Ну, давайте смотреть. Ящики здесь поставили. Ну-ка. Ну вот тебе и защита. так. Сейчас будем как-то пробовать это дело обходить. Надо сперва дверь открыть, чтобы попытаться наверное забежать или или что. Ну что, постреляй. Открой дверь. что же с тобой делать. Страшно. Ага. Так, ящик сломал. И теперь так, еще один там стоит. Сейчас эта штука начнет стрелять. давай. Так. Хорошо. Что у нас тут? Да, вроде ничего не видно. Ладно, давайте забежим. Ух. Что-то я не понял, откуда она стреляет. Что за ерунда? Так, ну-ка. Спокойно заходим. Эм. Ладно, я понял. Эм. Хорошо, давайте пробовать взрывать. Так. Сейчас в колонну, конечно же, залетит все. Эм. Что? Ладно, чуть выше. Ну как? Так. Ага, задымилась. нотэвку тебя. Все. Отлично. Так. Ну и что у нас здесь? Что у нас здесь? Значит, вот сюда, как я понимаю, нужно будет ввести код, а здесь у нас телепорт, который отбрасывает нас назад. значит, вводить код. Две восьмерки, две семерки, две шестерки. Код введен правильно. Поле для получения ключа активировано. Подготовьте необходимый изоморф. Так, изоморф это вот эта вот шкатулка. Выбрасываем коробку запиской. Так. Патроны тут появились. Ну и вот телепорт пропал. Отключить установку. И что дальше? Ага. Вы впервые пользуетесь порталом. Цель защиты выложите все автоматическое слаберское и аномальное оружие, а также полуавтоматическое оружие, пистолеты, группы алкалибра, ручные телепорты и другие средства телепортации в сейф, которые находятся за вами. В противном случае перед телепортацией системой защиты будет произведена попытка автоматического перемещения перечисленных предметов, при этом высока вероятность их физического уничтожения. Так, да, вот есть тут сейф И нам сюда предлагают выложить все стволы Так, интересно, конечно Но давайте вообще сначала сохранимся Опа, а еще перед этим тут можно посмотреть Что тут делается в этой комнате Что тут есть Отключить установку можно Так, значит давайте сохранимся И сперва, конечно, попробуем перейти вместе с оружием Ничего не выкладывая Точнее телепортироваться Пусти оружие, оно тебе больше ни к чему Подойди сюда и не вздумай шутить Тут тебе не деревня новичков Ну и вот телепортировались мы в мертвый город И оружие у нас почти все забрали во время телепортации Вот остался только Вальтер Так, ну раз такое дело То, конечно, мы перед заходом в телепорт Все стволы, кроме этого Вальтера Выложим в тот сейф Значит, я отгрузился И давайте вот сюда вот сбросим Получается вот это дело Вот это дело Маскировочный экзоскелет у нас также пропал И что еще? Что еще? Фотопистолет, по-моему, тоже пропал Ну и вроде как все Кстати, у меня даже маячок с собой есть Можно поставить тут метку Пускай будет И еще раз заходим в телепорт Опусти оружие Оно тебе больше ни к чему Подойди сюда И не вздумай шутить Тут тебе не деревня новичков Ну и вот мы снова в мертвом городе Вальтер остался Но все те наши стволы лежат в сейфе Ну и вот встречают нас тут злобные Со своей компанией Но давайте, пожалуй, на этом интересном моменте Пока что прервемся Продолжим уже в следующей серии Так что всем большое спасибо за просмотр С вами был Хьюк Всем удачи И пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok